Он был первым пилотом из полкомовской авиации Ненецкого округа и проложил воздушные трассы из Наринмара до Тапседы, Индиги и Нижней Пёши. В честь Виталия Сущинского названа одна из улиц в новом микрорайоне города, но мало кто знает почему. О тех, чьи имена сохраняются в памяти города и тех, кто даёт улицам имена, расскажет Валентина Чибичик. Каждая улица получает название задолго до того, как на ней построят первый дом. Как только на генеральном плане города появляется новый район, начинает работу комиссия по топонимике. Она рассматривает предложения краеведов, историков, деятелей культуры, органов власти. Секретарь комиссии Алина Максимова рассказала нам о тех, честь кого называют городские улицы. Улица Швецова названа в честь известного государственного деятеля Ненецкого автономного округа Ивана Кузьмича Швецова. 16 лет в период с 1959 по 1975 года он был первым секретарем Ненецкого кружкома партии. В период его деятельности разрешалось очень много хозяйственных вопросов. В том числе начали возводиться первые каменные дома. При нём построено первое каменное здание Дома культуры. Вторая улица нового квартала названа в честь Виталия Сущинского. Его считают первым пилотом из полкомовской авиации Ненецкого округа. Первооткрыватель в области полярной авиации трудился в Заполярье в 30-е годы 20-го века. Известен тем, что прокладывал такие трассы на самолёте Су-2, как Наринмар-Тапседа, Наринмар-Индига, Нижняя Пёша и другие. К сожалению, очень трагична судьба данного пилота. В 37-м году он был репрессирован, осуждён и расстрелян. И только в 54-м году реабилитирован. А значит, наш почётный гражданин города, Карипанова Людмила, написала про него книгу, которая называется «Записано на небесах». Одна из многонаселённых улиц города носит имя Макарабаева. Информации об этой личности немного. Революционер – один из организаторов рабочего движения на лесозаводе Стелла Палари, распространитель газеты «Правда». Решение именовать улицу именем революционера принято в 1986 году Наринмарским горсоветом народных депутатов. Участвовать в присвоении имени той или иной улицы могут и жители города. Для этого понадобится не менее 50 подписей. Выходить с инициативой могут и общественные организации, а также трудовые коллективы. К примеру, улица Капитана Матросова названа по инициативе трудового коллектива Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому округу. Валерий Иванович Матросов был капитаном полиции. Погиб при исполнении служебных обязанностей. С ходатайством назвать одну из улиц в честь профессора Георгия Чернова выступили сразу несколько общественных организаций и краеведческий музей. Доктор геологических наук по праву считается первооткрывателем нефтегазоносной провинции в Большеземельской тундре. В 1940 году он научно обосновал наличие запасов нефти и газа в Ненецком округе. Из именных улиц заметно выделяется переулок Высоцкого. Он появился в микрорайоне Мирный в 1992 году. Люди могли выйти с предложениями о том, что мы живем в этом частном секторе, мы предлагаем. То есть в данном случае интересен тот факт, что и в самом нормативно-правовом акте это закреплено. Что по пожеланию жителей и застройщиков данной частной территории присвоить имя Высоцкого Владимира Семеновича. Что касается неименных улиц, здесь члены комиссии опираются на географические, национальные, исторические и другие условия. Так получили свои названия улицы Рябиновая, Рабочая, Первомайская и другие. Всего в списке улиц сегодня насчитывается более девяти десятков территориальных единиц.